Нужно лулаф связывать тем же видом, из чего лулаф и состоит, что он себя включает. Афилу бимшиху. Сейчас разберем, что это такое. Омараби, омараби мэр маасе бе анше Ярушалаем шаю ойгдим эс лулвейген бе ги мойниёйс шельзогов. Они, значит, вот такое маасе, так это было анше Ярушалаем. Почетные жители Ярушалаема, они золотыми нитями связывали этот рок. Омрулой бе миной гаю огдим ойсой милымато. То есть, да, они украшали золотыми нитками, но сам этрок внизу был связан тем же видом. Так, и бе ги мойниёйс шельзогов. Что это за ги мойниёйс? Я перевел как нити золотые. Хутэй загав кфуфин кэ ги мойн. Хутэй загав нити золотые кфуфин. Кафуф это как бы вот они такие сложенные. И вот они обматывали лулав этими нитями. Амрулой сказали раби мейру, который привел эту историю, что вот так это делали в Ярушалаеме. Ему ответили, да, украшали, а внизу он был связан тем же видом. Бе минуи гаю ойгенус и милымато. Внизу они его завязывали лулав вот тем же видом. То есть, в чем принцип? Вопрос, достаточно ли взять в руки четыре вида, или эти четыре вида нужно связать, чтобы получилась связка. То есть, раб юда считает, что нужно связать, чтобы получилась связка. И поэтому, поэтому это обязательно. И если вот то, чем завязывает это из другого вида, не четырех видов, то получается, ты взял в руки пять видов. Поэтому он утверждает, что нужно это, что это должно быть из этих видов. А раби мейр считает, что связка необязательна. Да, можно завязать, но это необязательно. Поскольку это необязательно, то даже если ты завязал ее золотой ниткой, то есть, как чем-то другим, то это не мешает выполнить заповедь. Потому что четыре вида взял-взял, а то, что у тебя еще пятым видом он завязан, ну и не страшно как бы, да, это необязательно. Вот так вот. Это у нас смешно хейс. Продолжение следует...